Шестой класс, двенадцатая серия. Четность. Четные числа делятся на два. Вот формула четного числа, где n натуральная. Мы рассматриваем четность на множестве натуральных чисел. Нечетное число при делении на два дает остаток один. Это формула нечетного числа. Свойства четности суммы и четности произведения мы доказываем с применением формулы четного и нечетного числа. Сумма любого числа четных слагаемых четна. Все слагаемые четны. Если два как общий множитель выносится за скобки, получается формула четного числа. Второе свойство. Если число нечетных слагаемых четно, то сумма четна. Два нечетных числа. Один плюс один – два. Все слагаемые четны. Сумма четна. И третье свойство четности суммы. Если число нечетных слагаемых нечетно, то сумма нечетна. К четному числу, если прибавить нечетное, то получится нечетное число. Четность произведения. Первое свойство. Если хотя бы один из множителей – четное число, то произведение четно. Двойку можно вынести за скобки и получается формула четного числа. Второе свойство. Если все множители нечетны, произведение нечетно. В разложении на простые множители у этих множителей двойки не будет. Значит, этой двойки не будет и в произведении. В значении произведения будут только те множители, которые содержатся в каждом из этих. Так. Первая задача. Четно или нечетно – значение произведения натуральных чисел от одного до стадного включительно. По первому свойству четности произведения мы даем ответ. Значение произведения четно, потому что есть, по крайней мере, один четный множитель. Значит, значение произведения будет четно. Вторая задача. Какое из чисел всегда будет нечетным, если х – нечетное число? Так. Давайте проверим. Первое выражение. Если х – нечетное число, к нечетному прибавить 1. Два нечетных числа в сумме дадут четное, а если один из множителей – четное число, то получится четное. Так. Теперь здесь второе выражение. Х прибавить 2, а здесь х прибавить 3. То есть хотя бы один из этих множителей обязательно будет числом четным. А значит, и произведение будет четно. Нечетное умножить на нечетное. Произведение нечетное. К нечетному прибавить 3 – получится четное число. А вот здесь, если х – число нечетное, всегда будет получаться нечетное число. Потому что все множители – числа нечетные. Так. Здесь нечетное. 3 умножить на нечетное и нечетное. Нечетное минус нечетное – четное. Третья задача. Можно ли соединить 5 городов дорогами так, чтобы из каждого выходило ровно 3 дороги? Ну, вот, например, это город. И из города выходят 3 дороги. Одна дорога соединяет 2 города. Давайте попробуем определить, сколько же всего дорог будет в таком городе. 5 городов из каждого выходит по 3 дороги. И одна дорога на 2 города. Значит, надо разделить на 2. 5 умножить на 3 – значение нечетное, на 2 не делится. Значит, нельзя соединить таким образом. Четвертая задача. Докажите, что если сумма двух чисел – четное число, то их разность тоже четное число. Сумма двух чисел будет четным числом только в том случае, если складываются числа одной и той же четности. Два четных числа или два нечетных числа. Значит, мы должны рассмотреть первый случай и второй – числа одной четности. Если складываются числа одной четности, мы получаем сумму четное число и разность тоже этих чисел будет тоже числом четным. Двойку можно вынести за скобки. И здесь точно так же. Пятая задача. Докажите, что произведение трех последовательных натуральных чисел делится на 6. 6 – это произведение 2 на 3. Допустим, меньшее число n, то, которое идет следом на 1 больше и следом еще на 1 больше. Вот это произведение трех последовательных натуральных чисел. По крайней мере, одно из них будет делиться на 2. И, по крайней мере, одно из них будет делиться на 3. 2 и 3 – это числа взаимно простые. Значит, произведение будет делиться на 6. Продолжение следует... Продолжение следует...